Силы обороны Украины удерживают плацдармы на левобережье Днепра в Херсонской области. В СУ отбили две атаки российских оккупантов, в том числе в районе села Крынки, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. А у берегов временно оккупированного Крыма уничтожен очередной российский буксир. Успешный удар нанесли бойцы главного управления украинской разведки. В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено. Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов в Черноморской акватории. Из сообщения главного управления разведки Министерства обороны Украины в Фейсбук. Всего с начала суток на передовой произошло более 55 боевых столкновений. Сложная ситуация на Покровском направлении. Основные усилия российских войск сосредотачиваются на попытке прорвать нашу оборону Покровск, Мирноград и Селидово. Ведь в районе Нетайлова ситуация характеризуется высокой активностью врага. Ну и конечно после Очеретина они как раз рвутся к магистрали Покровск-Константиновка. Возможно у них есть такая цель захватить Покровск и жизненно важную трассу как раз на Константиновку. Назар Волошин, спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица, в эфире марафона Едині новини. На Купенском направлении украинские войска успешно отразили атаки россиян в районе Дружелюбовки и Петропавловки Харьковской области. Противник также пытался наступать возле села Невское и Серебрянского лесничества в Луганской области, Клещиевки, Ивановского и Калиновки Донецкой области. На Харьковском направлении пограничники ликвидировали живую силу российских окупантов. Возле Волчанска уничтожили бронеавтомобиль и пехоту противника. А на северском направлении позиции россиян. Пограничники также показали, как отразили штурм на Бахмутском направлении. Около 50 оккупантов на бронетехнике и танках безуспешно пытались прорваться в районе Курдюмовки. Уничтожили два танка Т-80 и Т-90 «Прорыв». Не прорвал ничего их прорыв. И два БТРа, и одну БМП мы уничтожили. Это то, что уничтожило наше подразделение. Соседние подразделения также работали. Они уничтожили еще три российских танка, две БМП и два БТРа. Два часа россияне пытались штурмовать. До нашего переднего края они не доехали. Бой прошел без потерь с нашей стороны. Общие потери армии страны-агрессора с начала полномасштабного вторжения уже составили 515 тысяч человек. За сутки было ликвидировано 1300 российских солдат, уничтожено 22 танка, 40 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем и десятки единиц другой техники россиян.